Вторая карта Dover Pass, пик команды Luminosity, на которой они должны показать свой максимум, чтобы посражаться на третьей карте, которой, напомним, будет The Nuke. Вчера G2 играли как раз против американцев третьей карты The Nuke. Очень интересная игра, некоторые вещи я себе уже позаписывал, что-то мы сегодня уже вспоминали, как Shotgun, Hika и так далее и тому подобное. Но вчера как раз на Nuke Саша Симпл просел, это, наверное, первый случай за большое количество времени, когда он был на дне, как говорится, турнирной таблицы, на дне счета, очков, игроков, фрагов. Но ладно, в общем, там, опять же, как всегда, командная игра зарешала, и она была на уровне у G2. Только что вот в куларах говорили с Лениным, что я ему, по крайней мере, говорил, что давненько я не видел такие две мощные команды, чтобы сходились и рубились на равных. Как говорю, что вот раньше таких команд было 10, вот играющих в такой высокой форме. Но, понятное дело, сейчас уровень Counter-Strike, количество чемпионатов, вообще силы, которые ты тратишь, ну, просто колоссальные. Ты не можешь от чемпионата к чемпионату вот так жестко играть. И самое главное, уровень команд тоже меняется очень быстро. Те, кто еще полгода назад не попадали в десятку, там, спустя полгода могут вполне оказаться в пятерке лучших. И никто этому не удивится. Да и в этом году вот появились все-таки, ну, чуть ли не впервые в киберспорте такие вещи, как травмы, которые серьезно повлияли на баланс сил. Вы вспомните историю с Олафом, вы вспомните историю с Гвардианом, который, как по мне, еще до сих пор не отошел. Даже Шокс как-то в своем твиттере писал, что у него тоже были подобные проблемы с запястьем. Он, правда, с ними очень быстро справился, как оказалось. Но сам факт, подобные записи были. Что ж, леди и джентльмены, начало второй карты, финальный отсчет и пистолетный раунд. Люминосити в защите, G2 в атаке. Удачи командам. Ну и, конечно же, нам с вами такого же КСа, как и на Дасте. Мощнейшего и зрелищного. Ну что, поехали. Посмотрим, что предлагают нам команды. Детская площадка пушат двоих игроков. Бразильская команда. Туда влетает пятерка на FNX. И Fallen где-то рядом. FNX невероятно самоуверенная позиция. Понятно, что он мог бы заимить и повесить, например, три хедшота. Но на размене никого не было. И он бы никуда не ушел в случай, если бы стрельба у него не полетела. Примерно наполовину получилось. Он сделал один килл, но затем размена. При этом Fallen остается красный. Уже минимальное преимущество. G2 наигрывают. Да, нам даже еще не показали, как к Fallen прилетело. Видимо, он там оббегал через туалет и хелповать своему тиммейту. Да, он упал. Видимо, вышел на выстрел и просто сразу же дали по щам капитану команды Люминосити. Ну и пока что решили все правильно. G2 не идти дальше. Понимая, что тайминги все потеряли. И что уже защита могла полностью переместиться на Аплент. Решили отколдиться и даже сместиться под шорт через подвалы, как мы видим. А там, как мы видим, подсадочка. В первом же пистолетном раунде не часто такое увидишь. Хотя и такое бывает. Так и подсажен своим тиммейтом. Увы, кто это от нас ускользнуло? Ну и, наверное, вопрос даже не в том, как они примут. А вопрос в том, пойдут ли G2 до конца на точку B. Смотрите, что там произошло. Подпушил Fallen с тиммейтом длину. А даже не Fallen. Это был пятый и третий номер. Это был Fair и Cold Zero. Ну и теперь за счет этой информации, за счет поджима длины, возможно, сейчас все перетянутся на B-плент. Посмотри, где Шокс. Шокс сейчас может зайти на точку A и дать инфу тиммейтам. Ведь времени на перетяжку еще достаточно. Еще хватит, да. Очень щекотливый момент. Нет, Шокс уходит. И G2, походу, идут в ловушку. Но вместе с этим в это самое время бразильцы стягиваются обратно на точку A. Понимают, что ошиблись, но слишком поздно. Как минимум, бомба. И позиции точно будут заняты и установлены. Ребят, походу, это по Шоксу просто вот фейк инфа зашла. То, что он там топтался перед заходом на Аплент, хоть и назад шел, но все равно это заставило дернуться команду. Это жесть. И вот как, как Люминосити, допустив одну маленькую ошибочку, играя в целом безукоризненно, проигрывают пистолетный раунд просто в щит. G2 теряет двух игроков, при этом дает 4 кила. И вот, вот она первая пистолетка. Хотя посиди Люминосити еще, ну, 4 секунды буквально на B-точке дальше. Они бы этот выход, скорее всего, приняли, не дав сопернику даже поставить бомбу. Знаешь, ну, в общем-то, этот пистолетный раунд напоминает на Дасте врыв в тэшку от двоих игроков. Вот тоже вот непонятно для чего. Это G2 делали на пистолетке, когда за защиту залетали в туннель и просто отдали плент сразу же и позиции. Вот то же самое, вот очень рискованно, как ты и говорил, поджим этот выглядел и FNX, и Fallen, причем они не вдвоем, друг друга не суппортят. Чисто такой на уверенности то, что соперник, наверное, пойдет в другие позиции. Да, ну вот по Fallen я не могу сказать, я даже не знаю, где его надамажили, оставили красным. Он был снизу, по центру туалета, переместился на A-Long и, видимо, вот там вот как раз и залетел. А, под раздачу попал, ну видишь, ему просто не повезло. Но вот FNX действительно сыграл очень самоуверенно. Сейчас же Force Buy и Тако, играя так же самоуверенно в поджиме болота, делает entry frag. 5-7 на ближних ваншотит и это приносит Тако килл. Да, странненько. Я думал, Шакса будут запускать сейчас в МАК-10 куда-то на проверку засады и так далее. В тот же Short, например, это очень можно делать эффективно. Ну что же, по ходу это будет пуш с лонга. Такая непростая ситуация. Если пойдут до конца, не попадает Смитс... Попадает, попадает он, да. Но, конечно же, попал в туловище, минус 48 кп. Может, еще и прострелом залетело, но попал. Да, скрим дает размен, забирает Тако. Это хорошая возможность для G2. Но вот по-прежнему они находятся на лонге и на плент они идти не собираются. Но они понимают, что их окружили, уже видели фера и, в общем-то, решили вернуться назад. Все-таки подрезать хвосты там и только потом, может быть, пойдут на точка. Может быть, будет смещение там через воду, либо через подвал, там через шорт. Ну, это все будет зависеть от фрагов. Но пока G2 выглядит, знаете, настолько серьезно, настолько вот нацеленным на победу, что мне кажется... Хотя, что тут... Сейчас тут начнется. Сейчас, подождите. Сейчас будет девайсный раунд, два ВП у Люминосити появятся, тогда мы поговорим. Да-да-да. В общем, крутой матч однозначно нас ждет. Хорошо, что вы с нами, кто смотрит эту игру в прямой трансляции. Потому что в повторе, наверное, было бы не так интересно. Ну, конечно, в повторе всегда не так интересно. Это же прямой эфир. Все-таки Смитс. Все-таки забирает Фоллана. Преимущество у G2. При этом по второму тоже есть инфайм. Вот так же вырубает Смитс. Боже. Невероятно важную работу сейчас делает Смитс. И при этом он не собирается останавливаться. Да, видел третьего. Ну и теперь вообще... Ух, чуть-чуть опасненько залетает. Там 29, ХП 12. Все, красный, беги. Бразилец, беги. Ну и Ферр на длине попытается еще все перевернуть. Выбивает скаут. Дальше выбивает еще и скрима. Со скаутом поет. У Бадди 11 ХП. РПК сотка. Поэтому скаут здесь не поможет. Здесь как раз должен включаться ФНХ. Но РПК все делает сам. Очень уверен. Он забирает Фера. Опять-таки повесил ему просто хэдшот. ФНХ 1. 12 ХП. Он, конечно же, сейвит свой 5-7 и армор. Это разумное решение. G2. На самом деле, вспомнить карту Д'Аз 2 во второй половине. Они проиграли Форс. Команду Люминосити сейчас же. Хоть и потеряв трех игроков, они его все же выигрывают. Ну, G2 в начале матча выиграли Форс, проиграв пистолетный раунд. Не, я тебе говорю про начало второй половины первой карты. Ну, там все одинаково произошло. Короче, без Форсов во втором раунде. Пока что на второй карте. Ну, и давайте смотреть. Бразильцы, понятно, не будут рисковать. Вот интересно, скорее всего, G2 сыграют, как всегда, где-то быстро. Где-то возможно сейчас то ли РПК, то ли вот кто-то с фармганом будет вылетать. Ну, просто на чек, на отдачу. Может быть, монстр быстро. Мы видим три фармгана, поэтому какая-то агрессия, ну, тут точно обязана, обязана просто быть. Все-таки в 3 Мак-10 играть медленно, это, по-моему, мовито. Но вот Люминосити играют быстро в ответ. Контр-пуш шаров и параллельно с этим контр-пуш андеграунда. Ну, вот как раз эта банда с маками идет в район Лонга через детскую площадку. Все это слышит капитан бразильской команды. Но его просто прочекал хитро Смитс, ну, точнее, не прочекал, а даже увидел, тут пересидел просто полон. И ФНХ с 5-7 попытался разобраться еще бы немного, и Бадди также попал бы под его раздачу. Бадди осталось 13 хп. Калзера все еще в спине не спалился. Это должно было дать ему возможность забрать Бадди, но по Бадди он промахнулся несколько раз. И сам остался красным, но все-таки, все-таки нашел возможность повесить Бадди хэдшот. Его, правда, жмут в спину, но это уже не важно, ведь у Луминости полная эко, и потеря Юспова здесь абсолютно ничем не грозит. Сейчас, на самом-то деле, можно жестко ошибиться. Пошли Бадди зажимать там или колдзеру, но там игрок один с плентом остается и рпк. Если бы в него там Тако влился, как-то выбил бомбу, это было бы весело. Но теперь уже все спокойно для G2. Втроем против одного. Сам Тако сейчас придет в руки. Ну, Тако тоже Юсп. С Юспом не растаскиваются такие раунды. Это, наверное, один на тысячу раундов, чтобы вот так можно было взять еще и с фуллхиповым рпк. Но это не значит, что не стоит попробовать. Ведь где-то сейчас можно найти более подходящий для ситуации пистолет. Или даже фармган. С фармганом все выглядит немного проще. Но, конечно, все это маловероятно. Что касается G2, они просто зашли на точку B, просто установили бомбу. Ну и просто будут ждать. Вряд ли будет какая-то контр-агрессия. Разве что от скрима у него 32 хп, и как раз-таки сейчас он встретится лицом к лицу с Тако. Ну, вот Тако лучше бы засейвить этот маг, но он решил, видимо, себе калашу добыть. И засейвить и этот девайс. Но вы видите, к чему это приводит. К тому, что он вообще без ничего будет бегать. Ну, как без ничего. У него будут деньги, но не сэкономят. Сейвить здесь у Тако не было возможности даже. То есть это был бы невероятно глупый мув. Просто что, сейвить 5.7 и Мак-10? И первый девайс наиграть тоже с Мак-10? Нет, логи. Почему бы и нет? Они такое постоянно делают. Потому что они проиграли первую карту. Если бы не выиграли первую карту, могли бы себе такое позволить. А вот когда ты в шаге, скажем так, от проигрыша в гранд-финале, это, знаешь, несколько вносит изменения в твою игру. Что касается Люминосити, сейчас после своего фурсбая они испытывают некие проблемы с экономикой, техническая пауза тем временем ставится. Ну, сказали, будет быстренькая техническая пауза, поэтому все окей. Шоксон написал 2 секунды. Тем не менее, допустим, атака сейчас много фармганов не скинет и не дропнет. По ходу РПК не будет выкидывать свой Мак-10, хотя там 8 тысяч, там на самом деле по деньгам хороший запас, но тут тоже крайне важно не оставить слишком много фармганов. Мы это видели, такие игры уже даже на этом чемпионате, проигранные игры потом из-за этого мы видели. Ну вот, как мне кажется, оставлять фармганов в защите – это более разумное решение, нежели в атаке, особенно против Люминосити. И когда ты понимаешь, что у них точно будет полноценный бай, ну, игра с фармганом очень, скажем так, самоуверенна. Но, с другой стороны, если ты его реализуешь, и это очень мобильный, при грамотном выборе позиций из него можно творить чудеса, наверное, тот самый фэр, этому яркое доказательство, то ты экономику свою приводишь в порядок. Ну, тут понятно, что у G2 должен быть бай в следующем раунде, даже если проиграют этот. Ну, давайте смотреть. Итак, у Смитса Тек. Он ничего вообще не покупает. Да нет, да что? Да нет, не будет, должно быть. АВИК. Да 6600 у него тут. МАК-10 покупает. Да ты что? Ой-ой-ой. Просто сейчас будет что-то интересное. Если G2 выиграет этот раунд, это будет что-то абсолютно невероятное. И просто пуш-б. Hey, guys, go push-b! Итак, колдзер откидывает смачок, тут же получает ответку, тайминг ловит. Просто чудовищный РПК делает гилл с МАК-10, так же, как и бадди. Потому что это карта оверпасса. Здесь куча позиций для МАК-10, где нужно пролетать и давать хоть что-то на ноги. Но в финале, да, на таком уровне, это просто фантастика какая-то. Это просто пуш-б на первом девайсном. Даже будь здесь ни одного вообще фармгана, будь там калаши, это было бы все равно странное решение. И тем не менее, несмотря ни на что, оно работает. Подсаживают игрока с бомбой на девятку. А, нет, это все, слава богу, это РПК подсаживают. Да, ребят, мы просто, конечно же, видим КС высшей степени крутости. Нельзя такое делать, конечно, в матчмейкинге, рашить монстра. Потому что там будет флеш, дым, граната, молотов и все что угодно. Но здесь просто игрок бразильской команды и вообще вся команда люминосити не ждала такой банальной дичи. Да, и при том, что... Ни одной гранаты не кинули. Нет, кинули Смоук. Смоук? Да, Калдзе... Нет, я имею в виду атака, она просто вылетела на ноги. Да, 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 конечно. И вот, ты знаешь, Калдзере не хватило буквально секунды, чтобы нормально, ну вот как-то взять в руки девайс. И положить всех в линию. Да, и положить всех в линию. У него просто не хватило времени, потому что G2 пропушили, пропушили B, и это принесло невероятные результаты. Ну, наверное, я даже не знаю, как сказать. Сейчас люминосити снова будут делать ЭК. Это 5-0 на второй карте, когда ты выиграл первую. Ого, FNX нашли еще. Ну, это после таймера, друзья. Это, конечно, жесткое начало второй карты. И тут уже французы показывают вообще Кузькину мать и так далее и тому подобное. Они не боятся. Они не боятся делать что-то новое. У них за спиной первая карта. Они экспериментируют. И вот это проблема очень многих команд в гранд-финале. Они начинают играть зажато, они начинают играть медленно. Боятся более именитого соперника. Люминосити все же более именитый соперник. Хотя вот пока ЭК, знаешь, сегодня днем мне пришла такая мысль, что у французов, то у французских этих игроков, наверное, помимо БАДИ, больше опыта профессиональной игры на CSGO сцене, нежели у Люминосити. Вот что самое интересное. В сумме, да, наверное, так и есть. Ведь вспомним Техвари Геймс еще с 12-го года. Да, там только, по сути, Фоллан такой суперопытный игрок бразильской команды. Остальные, можно сказать, даже свежая новая кровь, суперзвездная. А и Фоллан до Катавицы 15-го года нигде не светился. И был, вот знаешь, наверное, звездой только локальной на бразильской или там на южноамериканской сцене. Да и в 1.6, а не в CSGO. Ну, про 1.6, опять же, тут можно, наверное, ФНХ вспомнить, он тоже играл. Но все-таки это разные игры. Поэтому сцены тоже разные. Ну, а G2, пока не потеряв никого, выигрывают уже пятый для себя раунд. И, ну, похороны должны быть. Но, заметь, после вот того раунда все, уже никаких экспериментов не будет. Там авики, калаши залетели. Очень мощная закупка. Теперь самое главное не отдать эти девайсы, например, Феру и ФНХ. Сейчас на следующий раунд. Пади минус ФНХ. Тут тоже, по идее, Фера должны просто продавить мощно. Это делает G2. 5-0 на второй карте. 1-0 по картам. И так в пользу французского коллектива. Ну, все идет к тому, что эти ребята заберут. Просто легко так финал? Нет. Бразильцы не должны так просто сдаваться. Вот сейчас будет очень показательный раунд. Если G2 отожмут его. Ну, вряд ли они здесь в очередной раз будут пушить. Конечно же, это было бы не то, что самоубийством. Просто сверхопрометчивым решением. Но если они, используя там свою заготовленную тактику, выиграют раунд, тогда да. Скорее всего, ребята, это сейчас на шорт пойдет атака. Это будет очень непредсказуемо. Вообще неожиданно в очередной раз. Такая наглость. Да, налево пошел Бадин. И сюда же Смитс. Ничего, не палится. Ну, вот не дал ему этот смоук сделать свой килл. Хотя, по-моему, это был не столько смоук. Но уже трое под шортом. И уже сплит можно делать. Просто вот прошло 10 секунд. Но в девятке, в девятке, по-моему, находится Ферр. Если я не ошибаюсь, он стрейфится именно там. При этом по лонгу информация тоже есть. А все. Вот тебе Ферр дым. Потому что там нужно эту воду контролировать. Но на приеме хорошо. Вроде Калдзер атака дает минуса. Бадди отвечает. Смитс отвечает. Калдзеру должны находить. Шокс точно знает, что кто-то, один из игроков, ушел обратно на внутреннюю сторону трубы. Но забрать его не получилось. И ситуация 3 в 3 при установленной бомбе для G2. Это не очень плохо. Главное, чтобы Фоллана в девятке не отдались. Да, это для LG не очень хорошо. Потому что Калдзеру контролировали. Он точно так же, как и на Дасте при Аркаде. Просто влился, как говорится, в тэшку. Влился в монстра. Ну и смотрим. ФНХ. Шокс отвечает. Есть минус от Смитса. Вот он туда же Фоллана перестреливает. Так же включился в финал. И этот игрок. Все играют у G2. И очень хорошо. И ФНХ. В общем, какие-то возможности остаются. Соточка ХП по Смитсон. Настреливает довольно смачен. Остается с 50 после хедзап перестрелки. Дает фейк по дефьюзу бомбы. И ждет выхода от соперника. А соперник не идет. Шокс на опыте точно знает, что ФНХ на морозе дефьюзить не будет. Хотя, если бы ФНХ это сделал, он бы выиграл раунд. И Шокс только сейчас... Нет, он вообще не бежит. Не открывается еще и вырубает. Вырубает ФНХ. И вот, например, в такие моменты он садится и дефьюзит на морозе. Все. Ему наплевать на весь мир. А тут мы точно видели, что Шокс бы никуда не выходил. Ну, это мы видели. По идее, тут на самом-то деле фейк дефьюз тоже выглядел логично. Но нам нужно было сразу продолжать. Да, да, да. Но, а вот с другой стороны, ты себя в какое положение ставишь? Если ты даешь уже второй раз этот звук, то соперник точно на это ведется. А времени ждать его уже после второго фейка у тебя никакого нет. И в итоге 6-0. В итоге ему изначально было очень тяжело. Просто мало времени. Просто отдали тиммейты. Просто не попал Фоллэн. А вот сейчас попадает со скаута и в голову. Но это форс-раунд бразильской команды при счете 0-6. И отвечает РПК, который набрал просто колоссальную форму. Это отмечают все. Как же, как же так, люминосити Фоллэн? Ну, это был уже-то скорее фраг отчаяния. То есть он как бы сделал энтри. Но, посмотри, его команда-то за этот энтри зацепиться никак не смогла. G2 сделали 2 кила в ответ. Сэзэшка от Колзера также не заходит. Шокс до морозив, соло выходя на Б-точку, которая должна быть укреплена. Делает минус и просто уходит обратно. Все, 4 в 2. И вот что ты будешь делать? Нормального девайса на руках нет. Нет, Фоллэн, ну да, может залететь со скаута, забрать там РПК и Шокса, которые каленые. Но огромное, невероятное преимущество французы наиграли себе уже сейчас. Не попадает Фоллэн, снова отлично работает бадди. Вот эта игра уже потихонечку нам начинает показывать, что в КСе нет непобедимых команд. И что, да, можно выиграть один чемпионат. А попробуй это сделать 2, 3, 4 раза подряд. Это крайне сложный, только лучший мир из всего это и делают. Ну, люминосити брали несколько чемпионатов. Нельзя сказать, что они встретили там только на MLG. Я про это и говорю, что они слишком долго в этом топе. И слишком тяжело находиться постоянно на первом месте рейтинга. Твои игры весь мир смотрит. Твою позицию, твои тайминги там секунду в секунду уже знают на картах, куда ты перетягиваешься и когда ты это делаешь. И ты должен всегда перестраивать игру. Всегда работать над процессом тактик, каких-то изменений. И следить за тенденциями, еще больше следить за соперниками. Это крайне сложно. Ну, это лишний раз напоминает нам о том, что, наверное, тот самый рекорд команды NIP, и какого 12-го, по-моему, года уже никто не побьет. Там тогда стрик был из 80 с чем-то вообще непроигранных матчей. Возможно. Ну, а Фоллэн сейчас занялся, мы тоже понимаем, там личной, там кибершколой, какими-то уроками. А в это время команда G2, зная, что Фоллэн это делает, тренируется по 15 часов в день. Ну, сейчас сумасшедший уровень КС, как, конечно же, и раньше он такой был. Но сейчас просто, я не знаю, как заставить себя столько тренироваться каждый день. Это очень непросто. Закон джунглей выживает сильнейший. Сильнейший, как мы видим, пока действительно G2. Но, наконец-то, у Luminosity появляются две снайперские винтовки в рамках карты The Overpass. Подобного мы еще не видели. Возможно, именно этого и не хватало бразильцам, чтобы набирать раунды. Что ж, посмотрим. G2, наконец, начинают играть медленно, перестают пушить. Кстати, и к этому Luminosity были готовы укрепления на B. Но G2, вот несмотря на то, что почти минута времени прошла, сидят на детской площадке и просто ждут контрагрессии. Обаиваются. Сейчас либо пойдут туда проверять до конца, либо вообще не пойдут и просто перестроятся на очередной сплит B. Судя по всему, это и так и произойдет. Ну, что ж, друзья, очень интересный, классный КС нам показывает G2. Luminosity пока не могут с этим делом справиться, не могут перестроиться. Знаете, но местами их просто перестреливают. Правда, сейчас замечательная атака дает, два минуса. Казалось, что и один уже там сложно сделать, а он еще и второй. Так он еще и прыгнул. Его в этом прыжке все равно не смогли разменять. Caldera тоже начинает включаться. С ВП у него летит невероятно хорошо в последнее время. Смитс пытается вытащить клач, но, к сожалению, вот... Ну, он забрал Фера, промахнулся как раз по второму, будучи в блайнде. Времени 20 секунд, и Фоллан уже в спине. В общем, у Смитса здесь вариантов немного. Хотя ждет, ждет Фоллана в этой позиции. Попытался развести у самого пятерка ХП. Осталось у Габриэля Толедо, имею в виду, но свой минус он находит. Что ж, 7-1. И это может быть началом долгого, веселого пути камбэка от бразильцев. Или нет? Посмотрим. Пока рано про это говорить, потому что у них по-прежнему очень мало денег. У G2 все с этим хорошо. Кстати, я не понял, почему G2 вот в этом раунде дым на 9 не дали. В предыдущем они так классно закрыли эту позицию. Но, опять же, решающим фактором как раз, наверное, был прием така. Большинство для защиты. И, в общем-то, концовка этого раунда явно была за бразильским коллективом. Ну что же, теперь уже есть знания о двух АВП и у G2. Они, конечно, с этой инфой могут немножечко по-другому сыграть. Давайте смотреть. Там по джим, там встреча будет на детской площадке вот-вот. Ну, и так. У Шакса, мы видим, появляется тоже вторая снайперская винтовка. Это то, чего многие болельщики Ричарда, ну или Ришара Попилона ждали. Он все-таки француз, но не спешат ни те, ни другие. Разве что поджим из дуги имеет место быть от Фолона как раз-таки. Но он ничего особенно не смог поделать. Уходит чуть подальше. Хотя позиция на Шароне у него по-прежнему была неплохая до того, как лег Смоук. Но по-прежнему мы видим РПК и Шакса, который находится под Б-плентом. Один смотрит монстра, второй туда на воду, на шорт. На пятачок, так называемый. Ну и пока больше ждут, наверное, действий своих тиммейтов. Хотя пошел РПК на монстра. И вот сейчас вот-вот мы увидим эту встречу с Тако. Первый контакт. Ну, Тако вот не хочет рисковать лишний раз и открываться под шквальный огонь РПК. Это фейк выход. Поэтому он стрейфится. Ну, Фолон, в общем, по-моему, этот фейк бреет на корню, как и Калдзера, который принимает РПК под точкой Б. Откровенно, неудачный раунд от G2. Какая-то задумка была двоих выпустить в Б, но, по-моему, поджим дуги от Фолона спутал все карты. Ведь он, сделав минус по Смитсу, по-моему, выбил бомбу. И у него была инфа по бомбе. В итоге, ну, 30 секунд времени, у тебя меньшинство. То есть, минус 2 игрока. И вот что в такой ситуации ты будешь делать? Ну, давайте смотреть. Будут идти на точку А. Вообще, G2 стоит пересмотреть свои тактики на следующие раунды. К ним уже привыкли. И вот, если честно, эти 2 ВП в атаке мне не очень нравятся. Мне бы понравилось 5 калашей. Очередной какой-нибудь сплит-раунд на бетом с 3-мя через шорт и с большим количеством дымов. Это было бы круто. Здесь же просто добивают своих соперников. Бразильцы берут второй раунд. И чуть-чуть денег себе уже подзаработали. Четверо выживает после этого боя. Знаешь, как мне кажется, даже сейчас можно сделать вывод относительно того, что у G2 лучше заходят быстрые раунды, нежели медленные. По крайней мере, в рамках оверпасса. Вот сейчас они попытались разыграть медленно. Сложный тактический раунд с двойным фейком. И при этом у них ничего не получилось. Потому что бразильцы это тоже не та команда, которые просто сидят по точкам и ждут, пока на тебя выйдут. Они тоже идут в контр-поджим. И это та проблема, с которой G2 нужно что-то делать. Сейчас они послушали твоего совета. Отказались от концепции двух АВП. Ну, хотя бы одно. Это уже хорошо. Но посмотрим, что будут делать дальше. Фоллэн минус Митц. Вот и АВП падает тоже. Единственное. Мне кажется, просто не надо. Но ребята совсем скоро поймут, что на Б у них раунды будут гораздо лучше получаться. Быстрые, динамичные. И все-таки эти два раунда, которые взяли Люминосити, по-моему, если не ошибаюсь, не было энтрикила ни одного от атаки. И, в общем-то, когда нет энтрикила, бразильцы очень легко заканчивают эти раунды. Ну, вот знаешь, говоря о пушах Б, Люминосити сейчас играют старт раунда в укреплении этой точки. И G2, будучи профессионалами, точно об этом знают. И поэтому, в общем, на точку Б быстро они не ходят. А вроде как тоже не пропушишь против снайпера. Но сейчас Фоллун промахивается, только это спасает, на самом деле. По-моему, Шокс выпрыгивал, хотя я не уверен. Ну, там, кстати, бразильцы сделали все, вот то, что от них тоже нужно. Монстра они принимают. Там уже пошло, там все хорошо. Проблемой будет как раз выход на Шорт, поэтому они будут делать там подсадки, как раз контрить первого игрока и пытаться вот в ближайших раундах сделать именно там минус. Это вот их стиль. Но посмотрим. Все-таки есть, пошел выход, скрима отвечает Фоллун. Но скрим очень хорошо входит в плен, 3 в 3, продавили. И совсем скоро, может быть, будет и бомба. И посмотрите. Ну, РПК здесь просто все проверяет, смотрит спину. Так, как грамотно, как грамотно. Геймерс тут тянут время невероятно. Просто грамотно они это делают. Бомба устанавливается. Где саппорт? Почему никто скрима не прикрывал? Така на абсолютном морозе вырывается из ям. Делает минус. Предотвращает установку бомбы. И это 2 в 2, но времени очень мало у французов. Калдзер 1 килл, Шокс 1 в 2 остается. Точно знает, что Така находится за машиной. Но вот как ты уже эту ситуацию разрулишь? Да, мало секунд. Можно, можно. Он знает. Ну, ой-ой-ой. И слышит второго. Теперь уже точно нельзя. Ну, 4 секунды. И второй убегает. На самом-то деле, вот ты говорил грамотно. И с этого момента ребята жестко натупили. Когда на бомбе, когда пробежал игрок на фуру. И с фуры дал минус бомб-пленту. Это жестко. Это был провал. Это как раз вот та ошибка, которую, наверное, Люминосити от G2 и ждали. Ведь если бы хотя бы один игрок прикрывал спину бомб-кэрри, этот раунд выиграли бы G2, они бы отжали первую половину. У Люминосити вновь был бы экономический провал. И все, у французов было бы замечательно. Но вот так ошибаться в гранд-финале это чревато. Ну, жестко. Вот сейчас жестко действительно они ошиблись. Потому что он даже мог ставить бомбу ближе по длину, чтобы его хоть кто-то прикрывал. Ну, видимо, то ли не договорили, то ли какая-то фейк инфа была. Ну, короче, тоже не какие-то боги. Они тоже ошибаются. И, понятное дело, КС очень простая игра. Кто меньше ошибается, тот и побеждает. Ну, что же, есть entry kill от G2. Вот теперь посмотрим. Минус Fallen причем. Хорош! Вот это хорошее начало. Fallen, как и в прошлых раундах, по примеру, прошлых раундов играл достаточно агрессивно со своим АВП. Сейчас возможно сделать entry frag. Но как-то не получилось именно в этом раунде. РПК его подловило. Это хорошее начало для G2. Вот при том, что еще хотелось бы обратить внимание, Люминосити с экономикой по-прежнему не все гладко. То есть G2 все еще, выиграв раунд, могут заставить соперника делать либо эко, либо очень плохой бай. Согласен. Ну, и было бы логично, наверное, в этой ситуации все-таки G2 в концовке этого раунда все равно на B стянуться. Хотя вот, если обратить внимание на номер A7, он уходит с воды, уходит с монстра. Ну, и, видимо, это все-таки будет выход на Аплент, на котором, ну, по сути, три игрока, по сути, там засада. А почему нет? В прошлый раз у G2 это уже получилось. Они зашли на точку А. И, ну, опять, еще раз вспоминаем эту ошибку сейчас. Еще и имея преимущество в одного игрока, это выглядит абсолютно правильным решением. Разве что Люминосити, ну, читают этот откровенный мув. Правда, не в той точке они его читают. ФНХ, тем не менее, разбираются с Терпикейм. Шокс получает также свою порцию свинца. ФР включается, минус скрим. Ну, и проблемы. Да это просто провал, на самом-то деле. Побоялись там попасть под Ави Кулдзера из девятки, а в итоге попали вообще в жесткую ситуацию. Ну, Бадди борется со смитцем, и остается один Кулдзера против двоих. Ну, и снова посмотрим, будет ли какой-то суперклатч от этого парня. Новый момент, новая татуха. Нет, не будет суперклатч. Какого-то все-таки ситуация здесь была, ну, совершенно не та, даже если забираешь первого там Савика. Он, видишь, даже Савиком не открывался. Он понимал, что или два хэдшота, или уже все. 8-3, в общем-то, G2 берут первую половину, что у LG по деньгам, 2-400, 2-100. На такие деньги, конечно, не закупишься. Придется делать ЭКО, но при таком счете экономический раунд, это, ну, вот хоть и необходимое, но невероятно болезненное решение. И G2, вот так это понимаю, дали друг другу пятюнички, кулачки. Болельщики тоже есть в зале. Напомним, что этот ландфинал проходит в городе Лондоне, стадион Уэмбли. Ну, и там тоже есть свои болельщики. Да, ребята, все-таки хорошее начало 7-0, и причем при этих 7-0 особо там очень много раундов по 4 игрока выживало у G2, дало им очень большой запас по экономике. Они проиграли 3 подряд на оружии, а, люминозити выигрывают 3 подряд на оружии, и эти гады снова закупаются и переворачивают тебя, дают entry kill по фолу, но и ты снова сливаешь. Вот просто, на самом-то деле, вот жесткое такое начало. Возможно, вот этот эпизод с фармганами в четвертом раунде где-то помог по экономике команде G2, они там сэкономили и подзаработали еще. И, может быть, это как раз вот эти деньги на этот раунд. Это еще один аргумент в пользу того, насколько эффективно можно использовать фармганы на первом, именно на первом девайсном раунде. То есть ты не тратишь деньги на кольт, и при этом продолжаешь оставаться мобильным. Да, если я в матчмейкинге МАК-10 куплю на первооружейный, меня кикнут просто. Да, а вот фишка в том, что покупают очень редко. Его сохраняют с эко своего соперника. Да, да. Но мы видели, что в этом матче, например, по-моему, Смитс его просто купил, когда у него было там 7000 тег на руках. Он его взял и еще и докупил, и они пошли и настреляли с ним. Два тега, напомним, играли в четвертом раунде. G2. Ну, в общем, очень интересный контр-страйк, даже несмотря на счет. Если бразильцы начнут отвечать, будет все вообще в три раза интереснее. Ну что же, появился Калаш, Фер тут даст что-нибудь? Нет. Ну, с Юспом-то очень тяжело. Вот еще раз отмечаем о том, насколько Юсп хорош на пистолетных раундах и насколько он плох на всех остальных. Но Бадди забирает FNX очень хорошую стрельбу. Кстати, это то, что хотелось бы отметить отдельно. Демонстрируют французы. Конечно, не менее хорошую стрельбу демонстрируют и бразильцы, но не в этом эпизоде хедшоты летят. Интересно будет посмотреть вообще за процентами хедшотов не только от скрима, но и от всех остальных. Скрим-то понятно, там точно будет за 60%. Но вот у остальных французов не намного хуже. И это опять же мета, которая прослеживается еще с Тега Вэри Геймс 2012-2013 года, когда, например, скрим уже тогда носил такое неофициальное звание лучшего имера планеты. На одном из чемпионатов 2013 года он перевалил за 80% хедшотов. Да понятно, поэтому его и купили за такие деньги, поэтому он столько и ценился. Но опять же, в кс всегда важна команда и коллектив. И вот то время, когда скрим, можно сказать, не был в топовой команде, это время как раз обучения G2 и, конечно же, еще в предыдущее время решафлов. Вот теперь уже, когда коллектив цибилизировался, все пошло. Кстати, пока раунд только начинается, скрим очень сильно рисковал по Тегам Эпсилон, когда забанили всех тиммейтов за сливные ставки. Только скрим, напомним, избежал наказания тогда и Узи, его тиммейты, и Фокси, все тогда были забанены за ставки. GMX тогда, правда, выгородил скрим и сказал, что он ни при чем. Но ладно, 9-3, наконец-то бай, хоть и не очень хороший наглаз от Люминосити, тем не менее, может и должен сработать при таком колоссальном разрыве по счету. Да, молодые, это вам вот урок. Не играйтесь со ставочками, потому что так, может быть, у вас будет сумасшедшая классная карьера в мире киберспорта, а так вы просто будете каким-то изгоем и вас будут помнить долгие-долгие годы. Да, например, Фокси, это снайпер, который демонстрировал огромные надежды, был очень скилловым, но вот ворвался GMX, сказал, тиммейты сливали ставки, и все, кроме скрима, получили бан. Вот такие дела, такие истории бывают, они, к сожалению, не редкость, но вернемся все-таки к матчу G2. Потому что нам нужны молодые игроки, поэтому, ребят, не попадайте под бану, потому что только у вас есть мотивации, только вы можете обыгрывать вот таких ребят, как Luminosity и G2, и двигать как-то весь наш Counter-Strike, ну а в это время FNX не дает все-таки минус по RPK, и RPK это либо RPK такое крутое, либо уже и FNX что-то не получается. А вот ничего ты не сделаешь против хедшота, посмотри, Фэро тоже не везет, Шаксу доставил 1 хп, боже мой, Fallen пользуется этим, забирает бадди, второй килл от Фэро. Тут же влетает два размена от Шакса и от скрима, что позволяет G2 сохранить преимущество. Так, обидел Шакса, но ничего не может сделать, пытается поставить хедшот, там полголовы торчит скальп, но он что? Он не видел, он скорее всего не видел, иначе он бушил на абсолютном морозе. Но он туда так накидывал пульки, мне показалось, что он 100% знает, что там Шакс, но просто не знает, что 1 хп. Знаешь, может и видел, но решил не рисковать. Да, может он просто не знал, что там был 1 хп, это тоже как вариант у G2, примерно 20 секунд на принятие решения бомба ставится, и теперь все хорошо, бомб кэрри прикрывается, и вот результаты не заставляет себя ждать. Скрим забирает так, который выходил из банка у Колзера выбора. Ну, не то, что нет, он как бы может вытащить клатч, потому что инфа-то по двум красным должна быть. Ну, а что делать? Ну да. Надо, наверное, эти брать уже. Десятый раунд отдавать, это уже, конечно, очень больно. Но, с другой стороны, позиции нет совершенно, его жду, даже если заберет первого, второй сыграет на размене. Да, в скрима он спреет, и что дальше? И уход на сейв. Ну, не уверен, не было инфы, видимо, по Шаксу не было инфы, что битый смит, либо уже не захотел тащить. Может, он понял, что сейчас по нему самому точно будет инфа, бомба стояла под него очень неудобно. Смит с авиком стоит, нажать на кнопку. Да, смит еще и с авиком стоит, то есть, ну, вот Колзера очень хотел его взять, это было видно, и по скриму он сделал важный килл, но, конечно, такой профессионал понимает. Ну, тут было какое-то командное решение принято, все-таки все, надо сейвить, надо брать, ребята прощают. А, тут вообще все нормально, тут не зря он так засейвил, тут есть и Скаут, есть и Кольт, и ЦЗшечки, и, в общем-то, с горем пополам какой-то форс насобирался, есть и гранаты какие-то, даже можно откинуть, да не то, что какие-то там нормально по гранатам закупились с Люминосити, но это все под ноль проигрывают сейчас, просто провал в следующем, вот ужаснейший бай, ну и, наверное, это все должны понимать G2, и посмотрим, что они нам будут показывать в этом раунде, детская площадка, очень быстрый выход под туалеты. Ну, они разыгрывают вот раунд, как и свои предыдущие, в целом, быстрое открытие под шары, дальше медленная, скажем так, партия, ну, Фолланд со Скаутом, это вот очень такая проблема, конечно же, что нет снайперской винтовки, что всего лишь два девайса, помимо Скаута есть на руках у Люминосити, что денег нет, в общем, ну, очень большие проблемы, да, конечно, бразильцы это та команда, которая умеет камбэчить, и мы их нисколько не хороним, но первая половина у них вообще никак не задалась. Ну, знаете, вот, все-таки на этом чемпионате G2 играют просто великолепно, и то, что вот все, что они делают, оно заставляет уважать этот коллектив, даже хейтерам стоит уважать этот коллектив, они играют очень классно и очень интересно весь чемпионат, ну, кроме первого матча. Да, первый матч у них не задался, но это, может, такой, знаешь, тоже психологический трюк, мол, мы покажем, что не готовы к чемпионату, а потом возьмем и выиграем. Ты знаешь, первый матч, он всегда такой противный, он обычно утренний, обычно это вот как раз первое ощущение, первое привыкание к компьютерам, даже несмотря на то, что ты там разминался, но все равно это первое ощущение вот к сцене, к этим компам, к этой обстановке, ну, а уже со второй карты все у тебя нормально там получается. Но пока мы видим три в три, стычка в андеграунде и Смитс, который эту стычку выигрывает, невероятно важный минус делает Смитс в первую очередь, ведь теперь G2 в большинстве будут заходить на точку B, которая защищается только одним FNX-ом, как раз-таки ему и должен был помогать Ферр, но еще раз напомним, Ферр отдался в андеграунде. Хороший дым, великолепный дым в шорт, Скрим сейчас очень сильно рискует, может просто сделать шаг вперед там игрок защиты и убить его в ухо, но FNX играет крайне аккуратно, понимая, насколько важно потащить его только по бомбе будет выходить, и здесь может случиться провал вообще, FNX, засада в шорте, но просто чем дольше он здесь стоит, тем, тем, ай-яй-яй. Итак, ай-яй-яй, его увидели, его увидел Бадди, это дало FNX-у возможность забрать сначала Смитса, затем Бадди, Скрим после минуса по полу, но остается в хедзапе против FNX, но Спрей не пошел, и FNX переигрывает Скрима его же оружием, то есть хедшотом, дефьюзит бомбу, и это четвертый для Luminosity, сложнейший абсолютно раунд, квадрокил от FNX, но Luminosity, несмотря ни на что, его выигрывает. Вот красавчик, нужен повтор из глаз Скрима, потому что он стал на шорт, потом, я понимаю его мысли, он сразу же понял, что, в принципе, есть инфа, и там чуть ли соперник, видя там монитор тиммейта, будет буквально с прицелом на его голову выходить, решил уйти за ящик, потом решил, да нет, надо принимать, и в итоге и не то, и не то, даже поставил там неплохо с первой, но дальше, видите, там чуть-чуть, одной пульки не хватило, вот если бы, по-моему, просто стоял, либо просто ушел в воду, это было бы лучше. Вот тут, наверное, знаешь, как раз-таки всплыли единственные, наверное, проблемы Скрима как игрока, это со спреем, вот он не очень дружит, но сейчас, боже мой, так, опять просто пуш точки B, G2 опять делают entry frag, фолна тоже должны находить, РПК перестреливает фолна, который находился со снайперской винтовкой, да ты че? Вообще нет, РПК, это просто, этот дядька нашел, по-моему, мотивацию, он очень сильно играет, этот чемпионат он очень хорошо раздает. О, он очень сильно вообще играет в последнее время, у него как-то не заходило, когда он играл по тегам Titan, и его очень сильно критиковали, но чтобы настолько этот дядька разыгрался, это жесть. Ну и FNX рассчитывать здесь можно только на Ace, ну, последний раунд в половине, ого, вот это хедшот. Для меня РПК сейчас, он мне напоминает Зоника в лучшие его времена, он просто ходит и сносит именно своей мощностью, вот любой момент, там АВП, не АВП, но это просто какая-то космическая игра от G2. 11-4, а согласитесь, могло все быть еще намного жестче, и, в общем-то, посмотрим, если не зайдут пистолеты у бразильцев, это, наверное, просто the end. Но увидим, они также могут хорошо атаковать, они умеют это делать, Fallen и его команда все равно уцепятся зубами в любой матч, в любую ситуацию. Они нам показывали камбэки уже в этом году, поэтому нельзя от G2 расслабляться ни на секунду. Вот этот момент, конечно, как не проверить шорты. Там первый не проверил скрим, потом сюда пришел вот Смит сбоком. Ну вот опять, в такие моменты ты, наверное, рассчитываешь больше, что вот эту позицию абсолютно стандартную должен прочекать твой тиммейт. Ну и ты как бы уже на это забиваешь, мол, ее, скорее всего, проверили, тем более, что FNX никак не палился. Он действовал как истинный профессионал, сидел там до последнего. Ну, прочекаю, значит, я умру, ничего не поделаешь. С другой стороны, его не прочекали, он вот зацепился за это и выиграл раунд. Ну, знаешь, там это была ситуация 2 в 3, когда уже лейт игра идет, когда ты не знаешь вообще, где находятся эти оба игрока, нужно каждый угол проверять. Ну и, к сожалению, да, ошиблись французы, но вы понимаете, это сумасшедший Counter-Strike, это неимоверные скорости принятия решений, неимоверное движение команды от одних и от других, очень много контр-тактик, контр-агрессий, знают очень много друг о друге. Ну и, в общем-то, продолжают очень жестко рубиться между собой команды, Luminosity не сдаются. Да и, в принципе, берут раунд, выживают на фарсе, это уже 7-11, там один оружейный, эко, 8-9-11. Дальше, если не теряете тиме игроков, то у вас столько же денег практически, как и у G2, но чуть-чуть поменьше. Да понятно, понятно, что здесь можно комбейчить и Luminosity, особенно после того, что они показали в рамках MLG против Liquid. Тогда, напомним, Liquid могли выходить вообще в гранд-финал. MLG выигрывали 15-9, первую карту проиграли на овертаймах, вторую 15-6 выигрывали и тоже проиграли на овертаймах. Наверное, после этого никто не сомневается в том, что Luminosity и комбейчить умеют. Другое дело, за счет чего конкретно они собираются делать это во второй половине. Вот на этом мы, наверное, и посмотрим. Ведь у G2 сейчас, мне кажется, большое преимущество в плане стороны. В плане стрельбы, я бы сказал. В плане стрельбы в целом я говорю про вторую половину и в защите им должно быть покомфортнее. Чем в атаке, как мне кажется. Это, конечно, спорный момент у Верпасса, потому что очень много коллективов хорошо защищается, столько же коллективов может хорошо атаковать. Ну и опять же, тут есть свои нюансы. Опять же, многое покажет пистолетный раунд. Luminosity понимают, насколько он для них важен. А значит, важен и для их соперника. Ведь, ну, выигрывают французы пистолетные, и все. И комбэк выглядит очень маловероятно. Мне кажется, G2 сейчас сделает что-то типа 1 на B, 4 пуш лонга и какой-то поджим со старту в спину. Вот мне кажется, что такое будет решение какого-то агрессивного раунда, где защита все равно будет действовать первым номером. И просто отжав одну половину карты, поджав, они будут прекрасно понимать, где и соперник. И опять же, позиции могут быть классные. Но и удивлять нужно чем-то бразильцев. Вот тут уже нужно вспоминать. Тут уже аналитики должны команд работать, вспоминать последние пистолетные раунды твоих соперников на этой же карте. Вот смотрите, там, не знаю, последние 10-20 игр. Но лучше смотреть, опять же, последние после последнего буткемпа. Вот там проследится какая-то, будет прослеживаться, извините, друзья, тенденция этих раундов. И, по сути, сейчас КС-аналитика это очень интересная, я бы сказал бы, наука. Да, мы знаем, что многие профессиональные команды подписали в свой состав аналитиков, помимо тренера и менеджера. В частности, вспомним команду Natus Vincere, в основном составе которой присутствует уже 8 человек. И вот так вот, восьмером они ездят по ланам, и действительно что-то у них получается. Но сама по себе пистолетка, все-таки склоняюсь к такому мнению, что это рандом в намного большей части, нежели девайсные и даже форс-бай-раунды, например. Говорить об этом можно много, но все это может законтриться банальным пушем B, например. Пистолеты показывают, что все-таки порой местами пусть небольшой процент, но есть рандом в контр-страйке, именно вот на пистолетном раунде мы это частенько видим. Там залетело, не залетело. Да, в любой ситуации у тебя такое залетело, не залетело. Но со мной мы видим именно скилл, папство, хедшоты, знания там, всякие зажимы при фаера, по крайней мере, в ту позицию. А там залетит, не залетит, это уже поменьше процентом будет зависеть фрага. Самое главное, что ты знал, что он за углом нажал на кнопку, зажал и сделал это. Да, да, я с тобой согласен, но знаешь, любое событие имеет вероятностный характер, и ты можешь там не угадать в позиции, это тоже рандом. В общем, много можно об этом говорить, но пока у нас пауза в перерыве между половинами. Кстати, это один из немногих моментов, когда команды действительно используют не тактическую паузу, а паузу в перерыве между сторонами, потому что обычно сторона вторая начинается сразу. Спасибо рекламе на ТВ, вот за счет этого можно пообщаться и в общем-то... Так это все-таки из-за рекламы? Ну я думаю, да, потому что телетрансляция идет... А так на Дасте не было такого? Вот. Да, ну может... Ну опять же, есть же расписание рекламы, вот нам подсказывают, поэтому все где-то так и происходит. В общем-то, к этому идет киберспорт, он будет расти, и студии будут расти, понятное дело, игроки и команды, и со временем мы уже окончательно на стадионы переберемся, на большие стадионы, на которых будет собираться именно большое количество фанатов электронных развлечений, и в частности, конечно же, замечательного соревновательного контрстрайка. Ну знаешь, я бы сказал, что стадионы уже собирают очень большое количество зрителей, расскажи вот... Не, ну я имею в виду как на футбол, что на полтора часа пришел, посмотрел одну каточку, и все, и классно, а не там, чтобы четыре часа того, четыре дня похотеть там смотреть турниры, это страшно. Ну знаешь, все-таки подумать о том, сколько лет существует футбол и сколько КСов. Вот скажи тебе кто-нибудь в 2012 году, что вот мы сможем собрать Минск-арену, и она полностью забьется на контрстрайке. Да ладно, я же в киберспорте 15 лет, я же не просто так здесь, я верю в него. Ладно, пистолетный раунд наконец-то начинается, Luminosity безумно жизненно необходимо его выигрывать, и тем интереснее выглядит контрагрессия G2. Они идут пушить мидл, вот это повороты. Причем это один игрок, а за спиной у него трое на планте, на этой же точке. И Шокс после своего энтри тут же уходит обратно, его пытаются забрать в спину, но на вертухе Шокс дает сразу две головы, боже мой. Еще и Фера забирает, как это происходит. Ричард Папилон, ты мой бог, только Тако смог его остановить. Но какой от этого толк, если бразильские болельщики плачут? Большими слезами, это какая-то жесть. Просто приходит Шокс, ломает четверых и заканчивает раунд. Я не знаю, что должен сделать Тако в ответ, чтобы еще жестче удивить нас и своих соперников, но они жестко стреляют. Они очень много тренируются, это видно. Ну так, как можно настолько, настолько безукоризненно стрелять? Это же безумие. Ну а сама пистолетка, ну в принципе я ожидал, что вчетвером на планте, но то, что именно так, я думал пойдут пушить там как-то тимплейно именно с точки А вот сюда на детскую площадку, а дальше либо в спину зажимать, либо просто перестрелкой за счет Юспов перестреливать. Ну просто что придет один и положит просто всю команду. У меня мурашки по коже от таких пистолеток, от такого невероятного сферического скилла. Это был фейк поджим, Шок шел туда, чтобы он там максимум дал один минус, умер и спровоцировал команду Люминосити полететь на Аплэнд. А он просто всех поубивал. Ой, пацаны, извините, ну что поделать, вам не достанется фрагов, остается така. Но тут тоже очень важно не дать поставить бомбу этому парню, потому что все это старание и весь этот кайф Counter-Strike, он уйдет на нет, если у них будут деньги и калаши в третьем. Вот он. Вот он. Вот можно молча смотреть за этим и плакать от радости, потому что когда ты видишь такой скилл, ты понимаешь, что не все потеряно. При этом G2 побаивались выйти сразу на размен, потому что думали, что он здесь не один. Ну как это возможно? Вот объяснит мне хоть один человек на планете, как это возможно? А кто это последний опыт там убивал так долго? Ферр, Ферр это по-моему был. Тоже жестко, не зашло у кого-то. Ну опять это глаки. Я представляю, вторая половина тебе нужно тащить, а тут уже бац, 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 троих тиммейтов нет. Что там за человек какой-то играет против тебя? Непонятно. Ну что же, очень быстрый форст, теки, шорт залетает, плюс монстр падает, бомба на монстре, но тем не менее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не поставят, наверное, сейчас. Ну посмотрим. В общем-то отдается РПК, Шокс, последняя волна. Он немного ошибается, но все-таки уходит. Тридцатью четырьмя КП его пошел давить Калдзера, но, конечно, и здесь бестолку, ведь скрим включился и доделал основную работу за своей командой. Это 13-4. Вот как ты и сказал, бразильцы не сделали очень важную вещь, они не поставили бомбу. У них нет денег, и 14-й команде G2 придется отдавать. И G2 прекрасно понимает, это дело покупают 3 МП-9. Как минимум. Две остаются, четыре МП-шки и один ФАМАС. Ну это... Они сейчас куда-то полетят, что ли? А ну давайте смотреть. Да, втроем поджим, с точки А моментально, идут на детскую площадку. Вот вопрос, пойдут ли вниз там и дальше. Да, пошли в подвал, да, и один смотрит площадку. Жесткие ребята. Ну посмотрим, что-то... Ну нет, вряд ли, я не знаю, как бразильцы здесь могут такие раунды выигрывать. Это просто 14 для G2, может быть, да. Формят даже денег. Шокса, сделав 2 минуса плюс 1200 долларов. А Фоллан разве что уволил Смитса, уволил Шокса. Сейчас Скри может полететь туда же, у него было очень мало ХП. При этом Фоллан попал по нему еще раз, оставив 3, без того красного игрока, и все равно его перестреляли. Ну вот как? По мне, если честно, вот такую жесткую, наглую, агрессивную игру, причем с двух сторон, могут... Вот мне кажется, реально могут нави остановить. Вот у них есть фишка к этому, но... Дело в том, что G2 сейчас показывают как раз-таки ту агрессивную игру, которая необходима, чтобы раунды выигрывать. То есть, ну, не каждый пуш может быть эффективен. Ну, это все нужно делать очень вовремя, да. Не каждый поджим может быть эффективен. Но сейчас у G2 получается абсолютно все, что они намечают. Да, но я к тому, что пропагандировать такой стиль, вот несколько турниров подряд будет очень тяжело. Уже на мейджоре тебя будут жестко ждать. И вот эти вот раунды, эти быстрые врывы, там, антифорсы тоже, как-то против них будут по-другому проигрываться. Ну, в общем-то, ладно, в этом, опять же, интересен КС. Вот смогут ли остановить на следующем ивенте хоть кто-то этих ребят из G2. Ну, опять-таки, Кёльн покажет, расставится по своим местам, покажет у нас здесь удачный, невероятно удачный от игры Штака под точкой B. Он, забрав двоих французов по джиме, третьего, также забрал, по-моему, в попытке его поджать. Ну, и таким образом он очищает для своей команды Плент-Б, Скрим. Вполне возможно, что-то со Смецом сделают. Тут связка очень сильная. Хорошая ХАЕшка. Да. 29 хп остается у Така, еще и прострел мог пройти. Ой-ой-ой, как водится, прицел-то близко, вот рядышком с головой, но Смец лишний раз, видимо, не хотел политься. И что, это будет сейв от команды G2, либо все-таки пойдут? Ну, уже половина времени потеряно, тут уже никак не выбишь. В меньшинстве, когда у тебя там порядка 20-25 секунд, осталось, конечно же, нужно сейвить. А G2 при этом ничего не теряют. Раунд этот атак был проигран после того, как Така сделал три минуса под Б Плентом, фактически обезопасив свою команду для выхода в эту точку. Но, да, пусть люминности возьмут пятый раунд. Ну, так и что дальше? У G2 хватит денег. Должно хватить на бай. Там, главное, уверенности хватит. Мы видим, что у Шакса нету, но у всех остальных есть. И, в принципе, я уверен, что G2 очень... Все у них спокойно. Все у них под контролем пока, что их не заставили напрягаться никак бразильцы. Ну и вот по поводу мейджора будущего, я уверен, что как-то все-таки с горем пополам Нипы и Фнадик перестроятся. На мейджоре хорошо выступят. Ну, по крайней мере, напрягутся. Хорошо я имею в виду, что в группах у них все будет отлично. А вот что начнется со старта плей-офф, это уже другой вопрос. Да до мейджора тут осталось сколько? Восемь дней. Да, но... По-моему, с 5-го числа он начинается. Тут времени у тебя уже не хватит, чтобы перестроиться. Ну, я про это говорил, что тут вообще 4 чемпионата подряд. И очень сложно вообще как-то перестроиться. Но смотрим. Смитс хорошо принимает фолана со старту. Есть антрекил от защиты. Атака продолжает давить. Ферр забирает скрима. Важнейший минус был только что сделан. Ну, давай, будем откровенны. Скрим все-таки отдался сам после антре от Смитса. Он мог бы отойти куда-то подальше, сохранить свою жизнь. И как следствие преимущества для своей команды. Но что сделано, то сделано. Ситуация на карте по-прежнему примерно равная. Мы видим, Смитс просел по ХП Ферр тоже. Даже в этом плане все абсолютно вравно. Но проблема в том, что именно бразильцам нужно на какой-то из точек заходить. И что же они выберут? Так, вот давай дальше думать. Как ты думаешь, датчане на мажоре хорошо будут играть? Я думаю, что не очень. Дигнетас могут залететь. Астралис точно нет. Ну, моя ставка на то, что они не пройдут даже в полуфинал. А вот Дигнетас действительно могут, если захотят. Вот Каюн, как мне кажется, их очень сильно укрепил. В итоге Астралис, как всегда, с такой средненькой какой-то игрой. Ну, об этом ладно, попозже. Смитс, Бадди хорошо здесь принимают бразильцев. Важнейшие фраги. 2 в 4. Ну, что-то... Ну, какая флешка божественная. Давай, давай, Бадди, дави, гаси. Всех минус. Потака есть. Релот на релоте. Ферр попытался словить, но тут же наткнулся на РПК, который своего тиммейта засевил. 15-й раунд. Матч-поинт для команды G2. Боже мой, у Люминосити нет денег. Они покупают Трактор, Тек-Найн, Галил, Калаша, что будет у Така. Наверное, тоже ничего хорошего. В общем... Туш, он же похоронный марш, наверное, где-то играет на заднем фоне, потому как... 10 раундов подряд. Как бы Астралии все равно, знаешь, так плохо не играли. Кажется, что еще хуже они стали играть, но... Конечно! Они все равно какого-то своего полуфинала доберутся, там провали этого жестко. Ну да, на этот раз кажется, что действительно и полуфинал уже космическая вещь. Но об этом уже будем говорить на следующей неделе, следить за нашими коллегами. Мы не будем комментировать этот ивент, но будем вместе с вами наслаждаться. Наслаждаться, надеюсь, просмотром и, конечно же, всеми играми. Ну и последние попытки бразильской команды спасти игру. 10 раундов подряд. Очень жестко. С 15-6 тащили, с 15-9 тащили и в полуфиналах мейджора. Но вот с 15-5 мы, по-моему, еще не видели. Ну, в Люминосте сейчас есть шанс сотворить историю, навсегда внести свое имя. Я не знаю, на золотые страницы просто Counter-Strike. Но для этого действительно придется попотеть. И против двух снайперских винтовок. Имея только два полноценных девайса и практически не имея гранат. Вот это один из самых важных моментов. Когда у тебя вот два смока и две флешки, что-то сделать невероятно сложно. Так, ну что же, судя по позициям, вообще по тому, как расположилось тут все движение на точке, это без шансов. Скрим вместе со Смитцем поджали длину, дали минус. Там здесь еще Смитц принимает. Но это, наверное, просто капец для бразильцев. Два интрикила, три, два в пять. Походу все, друзья. Все, без девайсов остаются Така и Ферр в этой ситуации. Бадди пытаются продавить, но стрельба заходит. И у него Така играет в размене. Один минус дает, находит Смитца. Нужно давить, 19 кп, пистолет. Скрим в спине. И это GG. Команда G2 выигрывает ЕЦС. За счетом 2-0 в гранд-финале. И таким образом показывает расстановку сил на текущий момент. Перед мейджером. Действительно, конечно, хорошая форма. На эту хорошую форму все посмотрели, увидели там тактики, увидели идеи французской команды. Но иногда тебе мало понимания игры твоих соперников. Они очень хорошо стреляют. Причем все. Бадди красавчик. Смитц, по ходу, этого финала начал вот только лучше, лучше и лучше стрелять. И по концовке он уже был наравне со своими тиммейтами. Ох, ну просто браво, ребята, браво, G2. Слушай, ну вот как давно, по-моему, G2 ничего не выигрывали. Вот в плане таких серьезных ланов. Вспомним еще раз ESL Pro League, когда они проиграли со счетом 2-3 этой же команде Lumino City. Но, как мы видим сейчас, французы, как ни одна другая команда, знают, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Что ж, мы передаем слово аналитикам. С Тафой же, наверное, прощаемся. Да, друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте, что, опять же, на следующей неделе у нас также очень много матчей нашей студии. В рамках E-League. Поэтому будьте с нами, следите за группой ВКонтакте, заходите на сайт. Не забывайте стреллдер.тв и стреллдер.ком. Ну и, конечно же, спасибо ЕЦС за такой большой крутой чемпионат. И в первую очередь спасибо вам, дорогие зрители, что следили за этими трансляциями, оставались с нами до самого конца. Вы большие молодцы. Что ж, прощаемся. Время экспертов.